добрый день слышно ли видно ли меня все хорошо получилось ли присоединиться уважаемые коллеги рада вас приветствовать всегда на вебинарах с радостью наблюдаю географию когда вы пишете доброго утра дня и вечера и как здорово что наши технологии эти технологии позволяет нам с вами общаться представлюсь для тех с кем мы не знакомы меня зовут федорова юлия александровна я кандидат наук доцент башкирского государственного педагогического университета практикующий психолог клинический психолог и сегодня тему которую я хотела бы обсудить с вами и тема на мой взгляд очень актуально эта тема про конфликты конфликтовать или промолчать мы будем говорить о том как эффективно чувствовать себя в конфликте и какие психологические составляющие стоит учитывать когда мы оказываемся в конфликтной ситуации мы с вами представители системы образования конфликтов в системе образования всегда много на воспитателя педагога преподавателя всегда вас возлагается такая особая миссия эти конфликты нейтрализовать и самому в них не участвовать вот и поэтому сегодня попробую озвучить тем интересные моменты связанные с конфликтами которые помогут вам в практической жизни с точки зрения психологии применять знания конфликтологии для того чтобы быть более эффективными в своих взаимодействиях с другими людьми если у вас возникают вопросы если у вас есть какие-то темы связанные с нашим сегодняшним вебинаром пишите в чате и я с радостью буду отвечать на них в процессе потому что для меня интерактив он наиболее важен в этой составляющей но и буду потихонечку начинать мы будем с вами говорить о конфликте я бы хотела попросить вас написать ассоциации с которыми у вас возникать которые у вас возникают при слове конфликт конфликт и что вы по себе представляете какое слово приходит когда вы говорите про конфликт ссора спор негатив страх стресс разногласия агрессия эгоизм напряжение смотрите в том огромном списке который благодарю вас за участие вы пишите раздражение нет ни одного позитивного слова конфликт всегда имеет негативную окраску и с одной стороны это понятно потому что конфликт отнимает много сил эмоции конфликт всегда вызывает дополнительные трату ресурсов но с другой стороны без конфликта не может быть развития если мы говорим например а внутри личностном развитии или каком-то изменении то если нет противоречия до конфликт как особое взаимодействие возникает при их несовместимости взглядов позициях интересов да и абсолютно правы я тут с вами соглашусь а если бы не было конфликтов совсем то не было бы развития когда мы говорим о конфликте мы можем с точки зрения социума с точки зрения семьи с точки зрения школы организации привести такую метафору хорошо ли когда есть боль в организме да когда в нашем нашем здоровье появляются какие-то изъяны то мы чувствуем боль и это неприятно иногда это вызывает очень много негатива и отнимает силы и ресурсы но если бы не было боли то мы бы не знали на какому именно участку нашего тела нужно уделить внимание мы бы не знали что например у нас болезненная царапина которая может пойти заражение или мы не знали бы что у нас есть перелом и мы на это это опасно для нашего организма получается что метафорично конфликт можно считать похожим на боль потому что боль это маркер конфликт это тоже маркер того что где-то есть противоречие внутри личности внутри организации внутри семьи внутри общества это разрешение этого противоречия позволит нам выйти на новый уровень развития и если мы это противоречие разрешим конструктивно то каждый участник получит что-то новое но почему же мы всегда вот большей частью из того что я читаю параллельно в чате мы стараемся избегать конфликт мы стараемся от конфликтов уходить если мы рассмотрим исторически то мы с вами живем в россии которая стала наследницей советского союза это абсолютно другая экономическая история потому что в советском союзе индивидуальности не приняты были и основная политика по отношению к конфликту была негативная потому что конфликт это плохо потому что конфликт это проявление своей индивидуальности не учет общественных интересов можно сказать конфликт это про удовлетворение своих потребностей потому что конфликт возникает тогда когда есть нужда в чем-то и эта нужда для меня острая если я сегодня голодна то шансов на конфликт между мной и тем у кого будет еда будут выше если мы если я был у меня не будет потребности в еде я только что пообедала то конфликт за какую-то другую еду с кем-то другим у меня практически невозможно то есть мы конфликтуем всегда когда есть в чем-то потребность а потребность может быть разные на различном уровне в классическом определении конфликт это столкновение это противоположно направленных целей интересов позиции мнений точек зрения вы это уже озвучили в чате это отстаивание своих границ и вы абсолютно правы то есть это защита своих границ это выстраивание своих границ и более того это возможно внедрение в границы другого человека если для тебя это важно и значимо если для тебя здесь есть ценность конфликты они нарушают систему отношений они могут вызывать стрессовое состояние могут вызывать неудовлетворенность своей работы и когда мы говорим о конфликте то мы должны понимать что то что мы видим то что есть на поверхности это негативные эмоции это оскорбление это выплеск этих эмоций это все то что мы видим на поверхности на самом деле внутри каждого конфликта есть чувства мысли убеждения ценности представления о себе и о мире которые вступают в противоречие с ценностями представить и представлениями другого человека а мне очень нравится выражение оно такое простое очень распространенное знаете такой серии статусов в контакте счастливые люди в автобусе не ссориться единицей конфликта принято считать межличностное взаимодействие двух людей это единицы конфликта на мой взгляд было бы намного более точно говорить о единице конфликта внутри личностном то есть человеку которого внутри нет противоречий который гармоничен внутри себя и нет этих нарушений внутренних структур личности он не вступает в конфликт с другим человек он его мало волнует что происходит с другими поэтому если есть конфликты то нужно спросить почему я там оказываюсь и почему я конфликтую что меня так сильно задевает где происходит нарушение моих границ и неудовлетворение моих потребностей где на самом деле та боль с которой я сталкиваюсь внутри себя что она отзывается во взаимодействии с внешней средой есть такое простое упражнение в котором вам понадобится запомнить или написать всего одну строчку фразу это такая маленькая сказка в которой представьте такое упражнение тест представьте что вы чудесное красное красивое яблоко которое выросло на дереве с грелась под солнечными лучами чувствовала что она уже практически готова к тому чтобы все увидели что она самая красивая и самое спелое самое вкусное самое сладкое но к этому яблочку вдруг подползает червячок и говорит яблочко яблочко ты такой красивый я тебя съем и первая фраза которую вы как яблоко ответили червяку будет ответом на этот тест я к нему вернусь чуть позже когда расскажу про что это яблочко яблочко я тебя съем и все-таки когда мы говорим о конфликте мы здесь мы можем видеть не только разные интересы здесь мы можем видеть и противоречивые цели и расхождение во взглядах здесь но в конфликте всегда необходима та стартовая точка которая будет называться конфликтной ситуации она чаще всего возникает из-за конфликтогенов конфликтогены это некие слова действия иногда бездействия которые способствуют конфликту три основных типа конфликтогенов которые чаще всего помогают разгореться конфликту это стремление к превосходству это проявление агрессии и проявление излишнего эгоизма есть простые правила бесконфликтного общения это стараться не употреблять конфликтогены не отвечать одним конфликтогеном на другой если вы поймали что у вас летит конфликтоген и стараться проявлять эмпатию сопереживание восприимчивость другому человеку если же немножко более подробно рассмотреть то все конфликтогены те слова фразы и действия которые могут помогать разжигать конфликт можно разделить на вот таких несколько групп и выглядит и выделить такой характер этих конфликтоген но во-первых прямое негативное отношение когда человек использует в своих взаимоотношениях приказы иди сделай угрозу если не сделаешь но это это может быть как и в соподчиненных отношениях так и в отношениях равна замечание критику с критикой вообще сложно потому что конструктивная критика это сложно дофтологии да получилось простите потому что критиковать без обитое оскорбление не не включая туда обвинение и все остальные составляющие форм очень непросто и часто это вызывает конфликтную ситуацию второй тип конфликтогенов это снисходительное отношение когда позиция наоборот снизу да то есть как будто кто-то меньше и менее значим чем собеседник то есть чем чем я чем собеседник коллеги я вижу что пропадает звук и и не знаю это массово или все-таки это единично может быть стоит перезагрузиться унизительное спасибо какое-то утешение ой да ладно ты бедненький такой никогда ничего хорошего-то и не сделал ну молодец что тебя было ждать хоть это сделал это хорошо некое подшучивание обесценивание и так далее третий характер конфликтоген это хвостовство когда человек о мнимых своих победах или успехах слишком ярко заявляет говорит я а вот я посмотрите как я это тоже может быть конфликтоген некое менторское отношение когда есть категоричные оценки суждения высказывания навязывания своих советов у меня есть один клиент который всегда говорит я очень люблю маму особенно когда она не советует она советует всегда напоминание от каких-то неприятностях о том что может быть какие-то ошибки случались когда-то тоже будет конфликтогеном ну и также характеру конфликтогенов относятся утаивание информации обман манипуляция шантаж это все те приемы которые мы применяем осознанно или неосознанно но они вызывают внутренние противоречия и поэтому может привести к конфликтам нарушение этики например когда человеку причиняется неудобства без извинений игнорирование партнера перебивание перекладывание ответственности и регрессивное поведение когда человек как будто проваливается в некую детскую позицию являются наивные вопросы пререкания и начинает вести себя как маленький ребенок чуть позже я обозначу эту историю в формате транзактного анализа чтобы вы понимали как это происходит но вообще в целом наличие конфликтогенов не говорит о конфликте но чаще всего он является той искрой которая разжигает конфликт если вы в вашем окружении или среди ваших знакомых есть те кто часто используют один из этих типов конфликтогенов то скорее всего и такой человек часто оказывается в конфликте потому что конфликтогены как будто задевают другого человека и тем самым больше шансов на развязывание конфликта любой конфликт имеет стадии и он стремится конечно же к завершению на как можно раньше вначале возникает противоречие и не всегда противоречие приводит к конфликтному к открытому инциденту просто потому что участие в конфликте требует от нас затрат сил времени эмоций и и личность находясь всегда в режиме экономии рационального использования своих ресурсов стремится завершить конфликт не начал но вот здесь есть такая граница когда человек говорит я без конфликт вот я в конфликтах никогда не участвую прям можете поставить огонечек если бесконфликт на это про вас есть у нас такие кто точно в конфликтах не участвует он говорит я бесконфликт немного но есть и когда мы говорим о бесконфликтном человеке то здесь есть разница между тем что я не участвую в этом конфликте потому что там нет моих интересов и я не вижу в нем смысла или я не участвую в этом конфликте потому что я не знаю как из него выйти победителем представьте ситуацию что вы ехали в автобусе вас как-то очень неуклюже подтолкнул другой пассажир водитель автобуса затормозил вы там испачкались вы вышли и вы такая вы бесконфликтные вы держите эмоции вы вроде бы ни с кем не поссорились молча вышли вы гордитесь собой что вы сдержались и все бы хорошо если бы эта ситуация забылась и вы ее выбросили но если эта ситуация переходит во внутренний план когда вы начинаете конфликтовать по поводу того что произошло внутри себя а это обычно выглядит так да я бы ему сказала надо было ему ответить а вот если бы вот так и у вас внутри разворачивается внутренний диалог то есть по сути это не бесконфликтность это затрата ресурсов на внутренний конфликт из которого вы уже точно не получите ту потребность которая была вам необходима то есть вы не сможете не получить извинения от водителя или пассажира не восстановить справедливость не просто выплеснуть свои негативные эмоции вот спасибо вам за фразу я стараюсь не участвовать в конфликтах всегда найдется компромиссное решение это очень распространенная стратегия на самом деле участие в конфликтах есть и другие стратегии и на самом деле когда мы говорим о уверенности о конфликтологической компетентности если позволите употреблю такой термин то мы говорим чаще всего о том чтобы уметь в разных ситуациях демонстрировать разное поведение у нас в семейных конфликтах стандартное поведение мужчины которые говорят я с женщиной не ссорюсь я разворачиваюсь и ухожу в гараж или я разворачиваюсь и иду к друзьям ну вот вы опередили меня про компромисс я сейчас чуть-чуть попозже как раз об этом собиралась говорить потому что про компромисс буду говорить отдельно спасибо Алин это решение при котором недовольны обе стороны или довольны но чуть-чуть и вот я немножко перескочила начала говорить про семейные конфликты муж уходит он бесконфликтный он не спорит с женой он не ссорится но внутреннее противоречие которое внутри него есть оно никак не разрешается и к сожалению очень часто оно потом разрешается неконструктивным способом это отсутствие взаимодействия как такового он перестает разговаривать папа у нас не общается ни с кем есть еще более неприятные составляющие например употребление психоактивных веществ уход в алкоголь как способ снятия напряжения увлечение какими-то девиантное поведение увлечение какими-то неприятными видами спорта или еще что-то такое это все про то что мы мы подавляем свои эмоции и вот здесь главная задача в эффективном общении это одновременно не быть той склочной базарной бабой которая все время во всем пытается со всеми конфликтовать это одна грань и в то же время не стать тем человеком который все время замалчивает и проглатывает а потом у него случается инфаркт потому что напряжение внутреннее просто перерастает в психосоматику и тут как раз есть история про некую середину и гибкость про умение находить главные ключевые точки как вести себя в конфликте на что бы я еще здесь обратила внимание когда мы говорили про конфликт очень много в конфликте позитива это и новый социальный опыт и нормализация состояний и получение новой информации и прояснение отношений разрядка напряженности и позитивные изменения развития в целом в то же время конфликт может быть и негативен враждебность ухудшение самочувствия депрессия эмоциональные затраты снижение работоспособности деструктивное поведение умышленное целенаправленно это все тоже составляющие конфликта то есть конфликт сам по себе нейтрален и вот мы с вами начали говорить о том что компромисс это хорошо компромисс это лишь одна из пяти стратегий поведения в конфликте на самом деле если мы обратимся к Томасу Киллману это авторы которые занимаются разработкой этих методик то мы увидим что конкуренция или соревнования соперничества избегание уклонения уход компромисс приспособления сотрудничества пять основных стратегий которые мы можем использовать в конфликтной ситуации эти стратегии характеризуются двумя показателями ориентации на свои интересы или ориентации на интересы оппонента того с кем мы участвуем если мы больше ориентируемся исключительно на свои интересы тогда у этого человека преобладает стратегия соревнования стратегия конкуренции в которой мы как акулы всегда добиваемся цели вот есть люди которые независимо от того важна цель значима цель нужно в этом конфликте или нет они в него вначале идут все время конфликтуют что-то выясняют о чем-то разбираются а потом спрашивают а чего я там столько ресурсов потратить второе составляющие противоположное это приспособление когда я уступаю своему оппоненту своему партнеру по конфликту можно сказать потому что ну это 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 чаще всего работает когда больше важные отношения нежели чем цели ну и ладно что мы никуда сегодня не пойдем зато мы не поссоримся да или ну и ладно зато у нас не будет конфликта токсичные люди конфликтны да токсичные люди конфликтны чаще всего потому что у них очень много негативной энергии которая внутри них и чаще всего это внутриличностный конфликт который проявляется вот так вот на других тоже это приспособление это вторая стратегия есть стратегия избегания ухода от конфликта это вот как раз все бесконфликтные люди которые потом внутри себя грызут переживают расстраиваются и так далее вот это история про тех кто уходит от конфликта есть сотрудничество как неплохая форма когда удовлетворяется потребности и мои и моего оппонента и мы находим этот компромисс оговорилась да мы находим эту точку соприкосновения в сотрудничестве когда сто процентов удовлетворяется теперь про любимая способ удовлетворения всех конфликтных ситуаций компромисс что такое компромисс компромисс это когда немножко уступил я немножко уступил ты если цель не важна если средства не если результаты не так значимы это можно я обычно говорю своим студентам петя хочет пятерку автоматом а я хочу ему оценку вообще не ставить давайте договоримся о компромиссе у него будет три с минусом и как-то все сразу становятся недовольны почему потому что это компромисс который не удовлетворяет всех потому что ни я ни Петя в этой ситуации не получают удовлетворение своей потребности компромисс хорош когда это быстрое необходимое в данной ситуации решение конфликта промежуточное почему потому что компромисс он быстр он дает возможность здесь сейчас снизить напряжение любой конфликт сопровождается высоким эмоциональным напряжением негативом обычно люди кричат злятся раздражаются у них много гнева обид и других негативных эмоций с которыми трудно справиться поэтому сейчас вот здесь сейчас компромисс для того чтобы отсрочить принятие другого решения хорош но на самом деле хороши все пять способов регулирования конфликта все пять стратегий хороши и человек который уверенно чувствует себя в конфликте в разных ситуациях может применить каждую из них если цель важна выбираем соревнования если цель не важна можно выбрать приспособление если мы выбираем избегание то значит мы вообще в принципе сейчас никакого отношения к этому конфликту не имеем да если например в том же самом автобусе водитель будет ссориться там с какой-то женщиной потому что она ему дала слишком потрепанную купюру я не буду вмешиваться в этот конфликт я выберу избегание потому что он меня не касается для меня в этом конфликте нет никакой цели но если например там они начнут оскорблять друг друга и он там заденет всех женщин сказав что все женщины вы такие тогда возможно появится мой триггер и я скажу да я тоже женщина давайте поговорим об этом и все будет зависеть именно от степени значимости и от степени ценности и от временного ресурса если у вас есть время то вы можете идти к сотрудничеству оно требует затрат но результаты всегда превосходят не всегда сама цена конфликта может быть соотнесена вот с такими затратами поэтому сотрудничество тоже выбирают не часто ну и теперь возвращаясь к нашей к нашему упражнению в этом упражнении где я просила вас дать ответ на то что скажет яблоко когда ему червячок скажет яблоко я тебя съем можно разглядеть метафорично свою стратегию если это будет наезд это будет что-то сейчас как я на тебя надавлю сейчас как я тебе отвечу сейчас там что-то там себе позволяешь такое да что ты такой это соревнование то есть это ваша ключевая стратегия не говорю что единственное но это самая значимая для вас стратегия или вот посмотри какая там красивая груша ну типа того что я не готов с тобой вообще общаться избегание ну или вот компромисс да откуси половинку остальное оставь другим непонятно то ли выживет после этого яблочко вообще то ли будет она вообще как-то использовано в жизни или нет компромисс ну либо это может быть такая у меня доля кушай ладно ешь это приспособление ну или посмотри на земле еще есть упавшие яблоки они тоже вкусные давай мы там вместе их поищем договоримся и это будет сотрудничество я думаю что вы смогли ответить на вопрос какая стратегия преобладает у вас по крайней мере узнать себя и конечно же профессиональная деятельность она тоже накладывает отпечаток на ту стратегию которую мы выбираем ну и мы должны понимать что в определенные возраста в определенные особенности этапа жизненного развития люди чаще или реже оказываются в конфликтах нет я не против это приспособление нет я против это простите не 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 дочитал это это соперничество ну то есть я сейчас буду с тобой соревноваться я буду достаивать свои границы значит закономерные причины например есть объективные факторы кризис в стране наличие безработицы снижение доходов вообще тревожность высокая в целом в мире это объективные причины в которых появляется больше конфликтности или там например мост единственный на въезд в город перекрывают и полгорода стоит в пробках и это тоже как бы повышает конфликтность внутри вообще в целом население которое по полтора часа стоит в пробках если мы говорим о детях то это есть возрастные кризисы год 3-7 подростковый возраст ну и потом возраста жизненных кризисов 20-30-40 наиболее частые классификации когда мы разделяем их по десяткам там кризис ценностей жизненных кризис смысла жизни кризис переоценка окружения это все кризисы которые так или иначе мы с ними сталкиваемся и они доставляют внутренней конфликтности семейные кризисы сама семья как система развивается и переживает в жизненном цикле семьи определенные кризисные ситуации год 3 рождение ребенка поход детей в садик выход детей из лона семьи синдром пустого гнезда это все как раз то про что будет добавлять это что будет добавлять конфликтности в отношении конкретной личности но и личности личностные особенности связанные с физиологией из психологии с психотипом с особенностями взаимодействия людей это тоже играет роль если например я со своим таким больших холеристичным характером буду вести лекцию с коллегой меланхоликом то наши конфликтности будет больше потому что нам в точки зрения темперамента и особенностей нашей нервной системы сложно быть вместе на одной волне ну или же есть конфликтные личности которые становятся конфликтами в определенной ситуации но если можем опять вернуться к семейной системе когда например всегда в семье все хорошо но если в пятницу вечером папа выпивает он становится таким разговорчивым веселым и со всеми общительным что с ним конфликтуют все это временно конфликтная личность так немножко посмотрю на ваши записи да ешь меня на здоровье а то потом сгнию жалко будет ну вот про сотрудничество либо про компромисс либо про избегание в зависимости от того насколько готовы отказаться от своей цели больше похоже на избегание когда вы говорите что ну что ж теперь ешь меня потом не пригожусь я не согласна чтобы меня съели тут явно про конкуренцию как быть если конфликт в коллективе а вступать в него не хочется так как мне это не интересно коллеги требуют принять чью-то сторону это сложная ситуация потому что это в любом случае вызывает напряжение в среде не хочется вступать не вступайте потому что это важно чтобы у вас там были свои интересы сохраняйте нейтральную позицию тем более что в коллективе всегда нужен это непростая задача некий наблюдатель посредник кто будет на нейтральной стороне вообще внутри коллектива когда появляются конфликты то это создает некую знаете такую новую группировку когда мы конфликтуем вместе против кого-то это действует как объединяющий фактор это одна из закономерностей конфликта если хотите чтобы внутри системы появилась сплоченность найдите врага вовне и она работает всегда у мужа с женой был конфликт их сосед сверху затопил они вдвоем с соседом теперь воюют и вроде объединились поэтому с одной стороны если вы в коллективе не вступаете и вам это не нужно и не выгодно это здорово но с другой стороны есть вариант что вы будете не совсем внутри этого коллектива в их идеях, ценностях, общностях тут непростая задача но и переходим потихонечку к тому как уже решать конфликт для самое главное не ешь меня я против но не ешь меня я против это тоже конкуренция то есть отстаивание своих границ всегда конкуренция алгоритм действия в конфликтной ситуации а что мы делаем первое мы должны понять причину и причина понимается просто для чего мне быть в этом конфликте для чего я здесь чего я хочу здесь добиться для чего я в этом участвую попытаться посмотреть на конфликтную ситуацию извне то есть немножко загасить свои эмоции поставить себя на место оппонента но это не всегда получается но тоже неплохо и найти какое-то конструктивное решение которое было бы оптимальным и для себя и для другого алгоритм в целом прост но есть нюансы мне очень нравится вот это с одной стороны очень краткая история зачем вопрос зачем тоже хорош в вопросе зачем не всегда прослеживается причина то есть для чего для чего я там что я хочу получить вот сейчас я буду с кем-то ссориться да и сейчас я начинаю участвовать в этом какой результат что я хочу получить я тут задето мое достоинство я хочу показать что вот смотрите Екатерина говорит я хочу донести свою позицию а для чего вам это почему так важно чтобы вашу позицию услышали что в их что стоит за этим признание внимание значимость ценность и тогда бы я обратилась к пирамиде Маслоу и посмотрела какие потребности стоят за этими желаниями вот и двигаясь дальше краткий курс доброжелательности в отношении шесть слов я признаю что допустил эту ошибку это признание того что я могу быть неправ мы очень часто боимся сказать что мы ошиблись особенно взрослые по отношению к детям это повышает нашу конфликтность в семье нам кажется что если мы авторитетны и мы не признаем что мы и признаем что мы совершили ошибку мы как будто потеряем свою авторитетность на самом деле мы ее только приобретем пять важных слов ты сделал это просто чудесно это про похвалу про вообще любую похвалу и признание достоинства другого человека мы часто ругаем но редко говорим о том как сделал что сделано хорошо четыре слова а как ты считаешь это учет мнение другого в тех историях в которых он компетентен или некомпетентен даже самый молчаливый ученик в классе имеет свою точку зрения и это тоже важно чтобы он ее мог высказать можно я повешу такая красивая и спелая ну так тоже да про конкуренцию это немножечко да вы то тут свои позиции отстаиваете я прям читаю с удовольствием ваши отстаивающие позиции по отношению к червячку и яблоку простите что отвлекаюсь значит следующее вы посоветуйте пожалуйста это признание авторитетности другого человека мне очень нравится фраза я хочу с вами посоветоваться или подскажите как вы это видите это всегда добавляет авторитет другому человеку ну опять же два важных слова это искренне благодарю мы так часто так редко говорим спасибо и лишний раз не подчеркиваем значимость другого человека ну и слово мы потому что если это про взаимоотношения то пока есть мы в этой истории а не только я то это как раз про то что отношения сохраняются потому что ведь конфликт это ведь тоже способ отношения только задумайтесь о том что конфликт это иногда способ контакта я работаю в частной практике с клиентами вот один из недавних запросов был девочка говорит я девушка молодая я не могу отпустить своего парня но я постоянно я она говорит он говорит хочет уже со мной расстаться но я постоянно вывожу его на конфликты я ему говорю зачем ты это делаешь она говорит а потому что так я вижу его эмоции а я не умею по другому то есть часто конфликт может быть единственным способом получить эмоции другого человека я не знаю как получить положительные эмоции от учителя от мамы от коллеги но если я совершу какое-нибудь действие которое будет выведет человека из себя то я точно получу эмоции да негативные но это эмоции и там где есть эмоции там есть контакт то есть я буду с человеком в связке и к сожалению иногда такое случается что у детей это единственный способ особенно в неблагополучных семьях как он может получить эту эмоцию как привлечь внимание к себе как установить контакт с другим человеком иногда для такого ребенка агрессия со стороны родителей насилия это единственный способ получить ответ что я тебя вижу я тебя слышу и я с тобой сейчас взаимодействую поэтому в конфликте как способе взаимодействия мы тоже можем быть в контакте движемся дальше также мы можем посмотреть на типологию взаимодействия в конфликте с базовых психологических установок которые в английской версии звучат I'm ok, you ok это я в порядке, ты в порядке идеальный вариант когда я в позиции конфликта уважаю себя и уважаю тебя это хорошая установка продуктивная она касается всех взрослых детей я уважаю тебя независимо от того что ты не равен мне по статусу по возрасту что ты не равен по иерархии то есть человек ценен и важен я конфликтую с тобой но я уважаю тебя ты чуть-чуть выше был я уважаю ваш выбор уважение есть деструктивные позиции вот их три обозначены вас я уважаю меньше чем себя такая больше эгоистичная позиция я ok а ты не очень то есть самоутверждение через конфликт я доказываю что я значим и я хочу чтобы вы увидели что я значим есть позиция наоборот когда я уважаю тебя больше чем себя ты авторитет ты ok а я не очень это это установка для людей с комплексом неполноценности те кто чувствуют себя неравными по сравнению с другими они избегают тесных контактов и соответственно чаще всего придерживаются сильных личностей ну и самая деструктивная установка это я не окей и ты не окей вас я не уважаю но и я еще хуже обычно это звучит так да я ничтожество ну а ты ты чем лучше и здесь люди очень подвержены негативным вообще влиянием мы можем в той или иной степени проявлять все четыре установки но какая-то является базовым какая-то является основная она и определяет стиль общения человека в той конфликтной ситуации в которой он оказывается ну и на мой взгляд самая конструктивная модель которая выглядит как модель пять шагов она практическая очень хорошо применяемая модель состоит из пяти шагов все что нужно сделать это научиться выстраивать взаимодействие с другими по этой модели первое с чего мы начинаем мы говорим о фактах факты которые произошли в реальности например когда ты мне сказал что я плохо выгляжу я заплакала там нет обвинений там нет каких-то эмоций там есть только факты я сегодня заплакала когда ты мне сказал эту фразу действие второе мы туда добавляем чувства чувства которые касаются этого факта не ты меня обидел я чувствую обиду я обиделась и можно рассказать о своих телесных ощущениях у меня руки задрожали там не знаю у меня запершило в носу и в глазах помутнело всегда говорим о себе третий шаг что вы думаете по этому поводу здесь высказываются те мысли предположения гипотезы фантазии интерпретации и идеи которые вы будете использовать я думаю мне кажется например мне кажется что ты меня не любишь и что тебе для меня нет никакого дела если чувства захлестывают возвращаемся к шагу 2 если чувства уже не захлестывают то переходим в шагу 4 я бы хотела я бы хотела высказать свои желания что я бы хотела чтобы ты больше обращал на меня внимание я бы хотела чтобы ты говорил что я хорошо выгляжу и пятое это намерение высказывание того что ты собираешься делать с этим фактом я например хочу я планирую я буду стараться тебе об этом говорить но этот пятый шаг может быть не всегда достаточно четырех вообще на самом деле достаточно первых трех когда вы в формате факта чувства и мысли выражаете свою идею когда вы не оскорбляете человека высказываете что произошло что я почувствовала и как я и что я по этому поводу думаю уже конфликтность снижается в разы да с детьми работает потрясающе со взрослыми тоже мы когда с студентами берем например там 20 фраз на занятиях я прошу их все переделать они вначале просто пыхтят да то есть проходят пол пары они говорят боже это какой-то китайский язык в россии так не говорят на русском языке так предложение не строит но потом потихонечку начинает это работать да естественно не так последовательно да не так логично но если держать эту схему в голове то действительно получается очень бесконфликтное общение я всегда и в любой момент могу сказать я сейчас расстроилась от того что ты сделал своему ученику или мне сейчас неприятно это видеть это не задевает его потому что это мои чувства и это мои мысли это мои действия я за них несу ответственность и я могу их высказать ну и очень часто в работе в взаимодействии мы сталкиваемся с агрессией есть несколько методов которые позволяют эту агрессию снизить и техники как можно на них реагировать техники из эффективного общения метод зато метод сиреневый туман метод радости на гадости функциональной роли и метод свернутого контакта я презентацию вам оставила для скачивания их подробное описание можете посмотреть им их можно просто использовать как палочку спасалочку так как такую возможность в этой в этой в какой-то ситуации когда вы почувствуете агрессию свой адрес просто применить готовую технику которая вам понравится больше других для того чтобы сейчас снизить это напряжение ну а в целом если говорить о профилактике если говорить о правилах как вести себя в конфликтном взаимодействии то можно отметить несколько важных моментов вот первый момент дайте партнеру выпустить пар это как раз о том что нельзя решать ситуацию пока кто-то агрессивен кто-то раздражен у кого-то внутренние напряжения вообще существует понятие конфликт ради конфликта когда сама по себе конфликтная ситуация она развивается таким образом чтобы просто выплеснуть эмоции поэтому сути конфликта там может не быть и вот если вы друг другу разрешаете это если вы спокойно и разрешаете этот партнер например там приходит ребенок и начинает реветь психовать ругаться и там бросаться там портфелем в угол мы стараемся его как можно быстрее осадить а на самом деле мы можем его немного высушить для того чтобы дать ему эту эмоцию спустить без поддержки без подпитки человек не может агрессировать больше ну максимум 5-70 минут это ну все на что он способен и потом уже после этого можно переходить дальше требуйте от человека спокойного обоснования претензий здесь опять же акцент на факты то есть факты отделяем от мнений это факт да хорошо этот факт принимается можно сбивать агрессию неожиданными приемами шутка в этой истории будет не всегда хороша потому что иногда шутка и сарказм такой тонкая грань можно пошутить так что это будет разжиганием нового конфликта а вот переключиться на что-то задать неожиданный вопрос попросить совета или ну там просто если это близкие отношения переключиться на что-то теплое сказать господи какой как как ты очень хорошо выглядишь иногда работает вот что еще можно предложить не давать оппоненту отрицательных оценках а говорить о своих чувствах это было в пяти шагах и я думаю что мы про это с вами уже поговорили попросить сформулировать желаемый результат и конец проблемы что мы тут решаем что мы выясняем да о чем мы конфликтуем что является ключевой позиция что мы решаем да что мы решаем не отпускать ребенка на дискотеку нашего подростка или отпускать или же мы все-таки решаем кто из нас с тобой главный в семье если вы придете вот к той ключевой цели к которой идете тогда конфликт сразу будет разворачиваться в другом русле предложите оппоненту высказать свои соображения по разрешению проблемы и конфликта выхода из нее как он видит к чему мы идем дать партнеру сохранить свое лицо это про уважение нельзя задевать достоинство другого человека нельзя затрагивать личность оппонента давать оценку обычно действиям а не личности дальше это можно использовать перефразы можно использовать прием эхо смысла высказывания возможно я перескажу для того чтобы прояснить правильно ли вы понимаете друг другу потому что коммуникативные барьеры которые возникают в процессе взаимодействия они очень сильно могут изменять смысл того о чем вы ссоритесь держаться на острее ножа в позиции на равных то есть не уходить в позицию когда вы становитесь маленьким не регрессировать и не становиться родителем который пытается подавить если чувствуете вину то не бойтесь извиняться или не бойтесь признаваться в этом это тоже всегда работает на восстановление отношений не пытаться ничего доказывать вот это вопрос к тому что конфликт он не дает возможность кому-то что-то доказать скорее больше в конфликте у нас возникает больше барьеров на взаимоотношения поэтому если что-то вас очень волнует то не в конфликте мы это разрешаем а наверное больше в задавании вопроса самого себе про что это он для меня что это волнует меня здесь иногда полезно замолчать первым не всегда но иногда работает не характеризовать состояние партнера очень сильно раздражает ты что-то нервничаешь не нервничает самое слово конфликтоген или не злись не бесись ты чего тут прям не знаю это все слова конфликтогены которые нас очень хорошо раздражают не хлопать двери уходя это правило говорит о том что уходя из конфликтной ситуации мы должны сохранить лицо и возможность восстановления отношений говорите когда партнер остыл это возвращаясь к первому дав ему выпустить пар тогда он может услышать потому что в конфликте у нас происходит искажение когнитивной сферы мы там ничего не понимаем и ничего не видим ну и независимо старайтесь не разрушать отношения возможно в этих отношениях для вас и будет еще что-то ценное и если мы посмотрим последнее о чем я хочу вам сегодня еще рассказать с точки зрения транзактного анализа то входя во взаимоотношения с другим человеком мы можем занимать одну из трех позиций родителя взрослого или ребенка родителя с точки зрения морализации ребенка с точки зрения чувств желания и эмоций и взрослого с точки зрения фактов и вот здесь у нас пока показаны бесконфликтные отношения когда например с двух родительских позиций морализация и сплетни происходит на этом этапе когда говоришь это бабулька ты знаешь что там на скамейке делала она говорит да обсуждала других прекрасно чудесная транзакция хорошо происходит общение взрослые и взрослые происходит обмен информацией получение информации от одного и другого да сегодня у нас конференция хорошо спасибо я буду и с точки зрения двух детских позиций происходит обычно взаимоотношения в формате любви развлечения удовольствия дружбы радости это когда там много чувств много эмоций вторая часть тоже вполне комфортных бесконфликтных отношений они обычно носят характер абьюзивных или тиранских или рабско тиранских они очень могут быть деструктивными но тоже созависимые отношения вот они две схемы когда родитель ребенок подавление опека забота сделать так хорошо делаю ты должен сделать так хорошо делаю и наоборот когда с позиции изначально ребенка к родителю беспомощность каприз восхищение что я ничего не могу сделать я не знаю как мне найти работу и это вот это поддерживается чаще всего это строится ну здесь наверное легко в семейных отношениях увидеть хотя в отношениях и рабочих и в социуме они тоже иногда наблюдаются ну и такой возможный способ конфликтный это когда мы встречаемся с перекрестными транзакциями когда например из родителя обращаемся к дитю обратно отвечаем из родителей к дитя и нарушаем это все еще вот какими-то дополнительными транзакциями сейчас я вам это покажу то есть ну и тут еще можно как бы отметить психологические удары когда мы вот так взаимодействуем также может быть психологические поглаживания тоже объяснимы да когда мы говорим кому-то комплименты заискивания ну и вот самый простой вариант предложения к сотрудничеству это формат взрослого взрослого и вот на этой схеме я вам сейчас приведу пример конфликта конфликт это как раз когда транзакции разрываются например начальник говорит сделайте это немедленно подчиненный ему отвечает хорошо вот родительская детская позиция сказал родитель сделать ребенок ответил хорошо ну дальше добавляет из взрослой позиции объясните как начальник снова с родительской позиции вы сообразите вы здесь для чего-то вообще сидите что вы здесь делаете и опять же возвращаясь к позиции ребенка если бы я мог сообразить я бы не был подчиненным я бы был начальником ну и тогда возможно либо это вызовет опять агрессию и продолжение вот этого взаимодействия либо это выход на вот взаимодействие взрослые взрослые когда он говорит надо сделать вот так надо сделать вот так и вернуться вот там как общаться с начальником самодуром когда боишься даже вопрос задать не знаю как он среагирует здесь нужно поискать ответ на вопрос какого типа конфликтной личности для чего он кричит что он хочет получить у меня был один совсем коротко расскажу наше время приходит к концу ну вот я думаю что отвечу на ваши вопросы одним примером у меня был случай да я вела семинар в администрации города там женщина говорит вы знаете вот про конфликт и все правильно говорить у нас начальник самодур он утром приходит находит вот кого-то в кабинете у нас там большой кабинет и начинает орать вот наорется в радости и уходит мы плачем нам плохо мы весь день нас трясет мы его боим и к нам приходит мальчик студент он приходит и вот такой весь такой маленький новичок и мы такие думаем ну наконец-то не мы наконец-то теперь у него будет вот любимый объект для конфликта и утром мы все наблюдаем он приходит подходит к нему начинает на него орать там что-то там говорить требовать мальчик встает вытягивается со стула и говорит извините Иван Иванович со мной так нельзя я попрошу вас тон сменить и у начальника случился просто стопор он разворачивается и уходит себе в кабинет мы все сидим думаем сейчас что-то будет сейчас что-то будет он же должен как-то на это отреагировать нет все он перестал замечать этого мальчика то есть такая личность конфликтная личность такой самодур он всегда получает что-то подпитку слезами возможность негативного проявления возможность выплеснуть эмоции когда ему подчиняются не дайте ему тот контакт которого он хочет и тогда он не будет с вами конфликтовать или попробуйте понять что за этим стоит что он хочет на самом деле потребность в чем такая голодная что он ее так коряво реализует вот все что я хотела вам сегодня сказать и так красиво получилось уложиться прям ровно в час если еще какие-то вопросы есть задавайте вообще хочу сказать вам огромное спасибо за вашу активность за ваши вопросы за ваше участие с вами всегда так приятно спасибо большое до новых встреч в пятницу будем говорить как вы ходите стрессовых ситуаций до свидания выключаясь